МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. До 12 мая в Республике должны завершиться субботники. К уборке улиц и территории предприятий от мусора горожане уже приступили. О том, как проходит работа, обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Еще в марте в администрации Чебокса разработали поэтапный план по очистке города. Трудовые десанты в ближайшее время должны высадиться в парках и скверах, чтобы вывести оттуда весь мусор. Грузовым машинам, которые задействованы в уборке, выдадут специальные пропуска для бесплатного складирования отходов на полигоне. Предстоит очистить и берега Волги, а также территорию вблизи родников. До 12 мая в Чебоксарах и Новочебоксарске планируют разбить новые аллеи. Одна из них появится неподалеку от Дворца детского и юношеского творчества. Всего только в столице республики посадят более трех тысяч деревьев и шесть тысяч кустарников. Благоустроят не только парки и скверы, но и территории школ. В ближайшее время в городе необходимо вырубить и сухостойные деревья, которые портят облик города. Специальные талоны начатая работа по мытью дорожных знаков, троллейбусных опор, остановочных павильонов, ограждений, колеса отбоев вдоль проезжей части. В ближайшее время начнем побелку деревьев вдоль центральных улиц города, ремонт поребриков и бордюров камней, текущий ремонт памятников, установку малых форм, скамей, курн с предварительной окраской, ремонтом, окраску гербов на склоны Чебоксарского залива и другие работы по необходимости. В целом, с начала месячника в экологических мероприятиях приняло участие более 10 тысяч человек. Приведено уже 17 общегородских мероприятий. Массовые акции прошли в сквере Чапаева, в сквере МВД, в мемориальном комплексе «Победа». Работа будет продолжена и на этой неделе. На совещании обсудили, как в республике проходят процедуры лицензирования управляющих компаний. Подробнее об этом мы расскажем вам в вечернем выпуске программы «Республика». Об иностранных автомобилях на российских дорогах шла речь на встрече главы Чувашии Михаила Игнатьева с представителем крупной дилерской компании и генеральным директором «Хёндай Мотор» в СНГ. Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии широко представлен модельный ряд компаний «Хёндай Моторс» от легковых машин до автобусов. Автомобили пользуются спросом у населения. А открытие дилерского центра, которое состоялось в Чебоксарах 3 апреля, даст дополнительный импульс продажам. Машины в этой компании обслуживали участников и гостей универсиады в Казани. И не исключено, что автотранспорт корейского производителя будут использовать для обслуживания шестого командного чемпионата Европы по легкой атлетике, который пройдет в Чебоксарах в июне этого года. Ку Йон Ги в свою очередь отметил, что спрос на продукцию остается высоким даже в кризисное время. В том числе благодаря таким сильным дилерам, как Транстехсервис. Он также поблагодарил российское правительство за программу по льготному автокредитованию, в которую попадают и бюджетные марки корейских производителей. Предоставление государственных и муниципальных услуг – одно из важнейших направлений работы органов власти. Причем как с точки зрения эффективности взаимодействия с населением, так и с точки зрения коррупциогенности. К сожалению, народная мудрость – не подмажешь, не поедешь – слишком хорошо знакома и чиновникам, и тем, кто к ним обращается. Свести личные контакты до минимума, а эффективность повысить до максимума – призваны многофункциональные центры. Исключение фактов коррупции – одна из главных предпосылок организации службы одного окна. Задача – минимизировать общение граждан с чиновниками. Я не стала бы говорить, что до создания МФЦ коррупция у нас в республике была уж таких прям угрожающих размеров. Но, тем не менее, конечно, факты материального стимулирования государственных и муниципальных служащих, они присутствовали. Ну, по каким-то там предоставлению разрешительных документов, при той же постановке в очередь на жилье, в детские сады, при предоставлении различных форм государственной поддержки. И вот хотела бы я тоже отметить, что в результате опросов населения, в результате опросов получателей государственных услуг, можно констатировать, что уровень коррупциогенности, который они оценивают, снизился у нас в республике с 7,6% в 2012 году до 4,5% по итогам 2014 года. Уровень коррупциогенности Минэкономразвития оценивает по итогам соцопросов. Критерий один – удельный вес случаев материального поощрения чиновников за оказанные услуги в общем количестве обращений. Специалисты, работающие в МФЦ, не являются ни государственными, ни муниципальными служащими. Анатолий Немцев, подобно многим молодым людям, разослал резюме в разные организации, взялись сюда. Говорит, что работа нравится, хотя простой и легкой ее не назовешь. Нравится, коллективом хорошим, удобное место работы, как вы можете видеть. Каждая у нас кабинка для отдельного человека сделана, нет такого у нас, какой-то проходной. Спокойно, со всеми людьми можно разговаривать. При необходимости, пожалуйста, есть видеофиксация, голосовая фиксация любых разговоров. Любой вопрос всегда можно будет решить. Не стоит забывать и о другой цели службы одного окна. Максимальное снижение физической и моральной нагрузки для граждан, обращающихся за услугами. Во-первых, не надо бегать по разным инстанциям и собирать большое количество справок. Во-вторых, стоять в очередях в коридорах власти попросту неудобно. МФЦ же строились специально для того, чтобы заявители получали услуги в нормальных условиях. Многофункциональный центр на улице Ленинградской в Чебоксарах – самый большой из всех в Чуваше. Именно на него приходится самая большая нагрузка, хотя на первый взгляд и не скажешь. Днем на этажах немноголюдно. После пяти вечера посетителей станет гораздо больше. Но даже в этом случае время ожидания увеличивается ненамного. Работа по сокращению времени ожидания в очереди ведется постоянно. В прошедшем году мы открыли филиал в здании ДК «Салют». Открыли четыре окна в здании Сбербанка. Работа эта продолжается. Нынче объявлен конкурс. Проводится рассмотрение заявок поданных по строительству филиала в Новоюжном районе, недалеко от ДК «Тракторостроителей». Поэтому, будем говорить, наши мощности – это окно, рабочее окно. И этих окон к концу 2015 года, ну, может быть, начало 2016 года будет в два раза больше. Посетителей, ради которых все это делалось и делается, усилия властей оценили. К услугам МФЦ люди прибегают в совершенно разных случаях. А результат, как правило, одинаковый. Быстрое и спокойное решение вопроса. «Часто обращаемся. У меня родился ребенок недавно. И я тут и в садик встаивала, и пособие все оформляла. Сейчас пришла продлевать пособие. Ну, и в будущем, надеюсь, так уж очень нравится. Ввиду того, что я профессиональный риэлтор, поэтому очень часто, в неделю, несколько раз. Причем по самым разным вопросам. Сроки здесь еще более удобные и выгодные, чем в основных регистрирующих органах. То есть они действительно еще и короче. Очереди меньше». Помимо увеличения количества окон, МФЦ ведет планомерную работу по расширению перечня оказываемых услуг. На сегодня их 186, но может быть вдвое больше. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В России проходит общественная патриотическая акция «Часовой у знамени Победы». В Чебоксарах первый почетный караул встал у знамени во дворце детского и юношеского творчества. 1 мая 1945 года советские солдаты установили над Рейхстагом Берлина штурмовой флаг. С тех пор красное знамя с золотой звездой, серпом и молотом стало официальным символом победы над фашизмом. В этом году у всех образовательных учреждений появилась возможность отстоять в почетном карауле у знамени Победы. Копию реликвии передали ребятам в рамках акции. Я очень рада тому, что участвую на сегодняшнем мероприятии. Для меня это очень большая честь. В этом году на параде 9 мая я буду участвовать в первый раз. Мне, конечно, очень страшно, но я думаю, что я справлюсь. Очень рада этому, что меня выбрали. От имени всех школьников в Чувашии копию знамени Победы получили сегодня учащиеся детской полицейской академии и кадетских классов. До 9 мая акция пройдет во всех школах, средне-специальных и высших учебных заведениях Республики, чтобы дать каждому подростку возможность стать часовым у знамени Победы. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Им было не больше 10 лет. Они ходили в школу, играли, были обычными детьми. Но 22 июня 1941 года пришлось повзрослеть. В преддверии 70-летия Великой Победы чебоксарские школьники встретились с теми, чье детство пришлось на годы войны. Ровно за неделю до начала войны Елене Ильиничне исполнилось 9 лет. Столько же, сколько сейчас этим ребятам. У нас папа ушел на фронт, мама сразу пошла работать. У нас в семье трое детей, я старшая. На этом мое детство кончилось. Детства больше у нас не было. Потому что надо было и школу, и надо было дома, и надо было чем-то накормить детей. А матери с утра до ночи на работе. Им некогда. Они приходили, мы спим. Они уходили, мы спим. Они не видели детей. Ну как это? Поплачут, а мне опять идут. Елене Сергеевне в июне 41-го было всего два года. Как началась война, она, конечно, не помнит. Но впереди было четыре долгих года, за которые она успела почувствовать, что это такое. Каждого почтальона встречали, пытались что-то получить. Я даже рассказывала такой случай, что я настолько была отцу дорога, что пришло письмо в сельский совет на имя Касаткина Нины Сергеевны. И входили в деревню и искали эту даму. Похоронка пришла, а после этого стали ходить снова письма. Оказывается, было ошибочно. А вот вторая похоронка пришла уже. И позже в похоронке прочитала, что отец погиб в день моего рождения. Я все время думаю, как же он вспомнил в этот день или нет. В семье Александра Евсихеева было 10 детей. Он самый младший. Четверо братьев и сестер ушли на фронт. Вернулись только двое. У нас в деревне ни электричества, ни радио тогда не было. Телефон, единственный аппарат был у председателя колхоза в кабинете. А там находился круглосуточно дежурный курьер, исполнитель называли его. Значит, вот утром позвонили из района, что война началась. И он пошел по деревне, по всех. Ну, кто спал еще, кто уже не спал, постучался в окна и объявлял. Германия напала на нас. Началась война. Потом начали уходить уже мужчин, мобилизовать, вызывать одного, другого в военкомат. И каждый день провожание в армии тогда с песнями, прямо с плачем. На смерть же идут люди, на смерть. Как тут не плакать? Маленький был еще, все равно мы в колхозе работали. Мы посильную работу исполняли. Сначала нас, матери, брали с собой на прополку зерновых или других таможенных культур. Потом во время уборки убирать хлеб, серпами жали. У меня тут рубцы еще на пальцах до сих пор есть, порезы. Серпами жали. Даже для нас, для детей, специально маленькие серпы были. Колхоз закупал где-то там. У всех свои истории, рассказывая их нынешним школьникам, дети войны желают одного, чтобы никому больше не пришлось пережить такое детство. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Наведались без стука. Столичные чиновники и представители народного контроля проверили работу чебоксарских кафе. В рейд они отправились за полночь. Причем предприниматели об этом заранее не предупреждали. В поле зрения представителей власти попали адреса, где по жалобам жители чаще всего нарушают законодательство. Этот рейд инициировали после недавней встречи главы администрации чебоксара с горожанами. По злачным местам отправились и мои коллеги. Уже у парадного входа в это кафе перед народными контролерами открывается неприятная картина. На полу горы мусора и окурки, стены исписаны фразами, которые в эфире произносить не принято. Местные жители давно жалуются на работу этой точки. Частые драки, громкая музыка и невыносимая вонь в коридоре – все это люди терпят уже не первый год. Постоянные клиенты не стесняются ни проверяющих, ни журналистов. Даже во время съемки они продолжают распивать алкоголь. И вот мы сейчас видим, как здесь начинаются какие-то разборки. Здесь много молодежи, которые, в общем-то, именно ночью употребляют алкоголь. Мы спросили продавщиц, которые, в общем-то, торгуют. Они говорят, в два-три ночи приходят. Нормальные люди, естественно, возмущаются. А для алкоголиков это просто удобно. Вышел из подъезда, зашел в ночное заведение, где можешь выпить. Руководители кафе решают наказать строго. Депутаты будут требовать приостановить его работу. Но в Новоюжном районе столицы действует множество подобных точек. Яркие вывески далеко не всегда говорят о том, что внутри клиентов обслужат по высшему разряду. Во время рейда вопросы у проверяющих возникли. И качеству блюд. Нарушение санитарных правил. Сохранение всех выпечки, они на сегодняшний день, правила здесь не соблюдаются. Это значит, мы в обязательном порядке доведем эту информацию до Роспотребнадзора. Они уже по своей линии проверят и меры примут. Правила зачастую нарушают и бармены. Реализовывать алкоголь в закрытых бутылках запрещено. Распивать его посетители могут только в кафе. Но такой культуры придерживаются далеко не все. В итоге от этого страдают жильцы домов, где располагаются питейные места. Если же у нас магазины продовольственные выполняют закон, да, после 11 они строго не продают даже пиво. Значит, любой человек может прийти в кафе купить и все, что хочешь делать ночью, так не положено. Поэтому сейчас к ним внесли изменения, что надо все алкогольные изделия употреблять на месте. То есть открывают пиво, человек садится, пьет и уходят. А зачастую бывает совсем наоборот. Люди набирают здесь как в магазине, уносят, либо на улице распевают, либо где-то в подъездах. Руководителей кафе в администрации города призывают думать не только о заработке, но и о последствиях такого бизнеса. Столичные власти даже готовы предложить Министерству экономического развития составить черный список злачных мест и лишить их права продавать алкоголь. Должны быть закуски, должен быть хороший алкоголь во всяком случае. И если нет такого порядка здесь, это не бизнес, это просто спаивание наших людей. Есть для наших бизнесменов выбор. Или они перепрофилируются, значит, вот эти пятиные заведения организовывают, например, парикмахерские, кафе, могут они магазины для реализации игрушек, например. Я думаю, что то, что закрытие таких пятиных заведений для них это не будет помехой. Тем, кто нарушает покой горожан, столичной администрации спокойной жизни не обещают. Народный контроль продолжит проверять работу кафе, на которую поступают частые жалобы. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Прибыльный семейный бизнес в Чувашии пресекли накануне сотрудники наркоконтроля. Семейный клан подозревают в сбыте наркотиков синтетического происхождения. Участники преступной группы продавали и сами употребляли так называемые синтетики. В качестве курьеров преступную деятельность члены семьи вовлекли даже несовершеннолетнюю. Задержали с поличным предприимчивых родственников в момент сбыта. Сейчас на них возбуждено несколько уголовных дел. Ведется следствие. Волонтеры ЧГУ имени Ульянова посетили детский дом в Порецком районе. Кому и для чего нужны такие встречи узнавала наша съемочная группа, которая присоединилась к студентам. Как отличить съедобное от несъедобного? Как оказать первую медицинскую помощь в лесу? И почему соль – самая необходимая вещь в походе? Про это не только рассказали волонтеры воспитанникам детского дома Порецкого района. Они подготовили для ребят квест-игру по программе подготовки к походам. Эта повязка называется повязка джо. Она иммобилизирует ключицу, плечевой сустав и локтевой сустав, благодаря чему ключица создается неподвижной. Хотелось бы как-то привнести свою лепту в их развитие. Потому что сами понимаем, что мы, например, выросли сыграя, гуляя, далеко ходить в лес, в парк. А тут мы все-таки думаем, что немножко замкнутые они. И, соответственно, хотелось бы помочь им в социализации. Воспитанники детского дома с удовольствием приняли участие в игре и узнали много нового. Про технику безопасности я там не все, конечно, знала. Эвакуироваться как нужно правильно. А еще в медицине там, где, ну, как раны заделывать, узнала. Волонтеры ЧГУ постоянно выезжают в различные детские дома и реабилитационные центры Чуваши с разными программами – развлекательными и образовательными. В этот детский дом они и другие волонтерские организации приезжают не в первый раз. Недавно были на весенних каникулах Чуваксара. Они показывали нам город, показывали музеи, где находятся, посещали музеи. Привозили в последний раз лыжи, спортивные мячи и так далее. Приезжают, частенько бывает. Уже совсем скоро ребята смогут применить полученные знания на практике. В следующий приезд волонтеров они отправятся в самый настоящий поход по живописным местам Чувашии. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. В Министерстве физической культуры и спорта Чувашии подвели итоги прошлого года. На заседание коллегии наградили лучшие районы и организации в области развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. В число отличившихся вошла и национальная телерадиокомпания «Чувашия». В прошлом году Чувашия приняла более 50 соревнований всероссийского масштаба, международные соревнования по женской вольной борьбе и, конечно же, форум «Россия – спортивная держава». Все это принесло положительные результаты. Сегодня систематически занимаются физической культурой и спортом около 40% жителей Чувашии. Однако самые крупные города – Чебоксары и Новочебоксарск – находятся далеко не в лидерах. Пока их показатели, они все-таки отстают даже от среднереспубликанских. Здесь есть над чем работать, хотя я должен сказать, что за последние два года очень значительная работа проведена в городе Чебоксары и серьезные подвижки в этом направлении есть. И понятно, что, конечно, в один год невозможно совершить то, на что требуется более длительное время. Но, тем не менее, их более чем достаточно. К тому же, сейчас и по инвестиционным программам мы основные все ресурсы направляем именно на инфраструктуру города Чебоксары. Похвастаться своими успехами в области развития физической культуры и спорта могут представители и Бресенского, Батаревского и более всех Канажского районов. Их спортивные залы, хоккейные площадки и другие сооружения пустуют довольно редко. Хочу сказать, что в последнее время действительно очень люди много хотят заниматься физкультурой и спортом. Очень хорошая база. У нас построена, в прошлом году введена в центре единоборств «Олимп», назвали мы его, «Терене Караклы». Не только село Караклы занимается, ближайшие занимаются, тоже приходят. Для нас это очень значимый результат. Немалую роль в привлечении населения к спортивному образу жизни играют средства массовой информации. Наша телерадиокомпания не исключение. Подтверждение тому – победа в номинации «Лучшее информационное освещение спортивного события в электронных СМИ». Работа в этой области будет продолжаться и дальше. Ведь текущий год не менее насыщен спортивными событиями. Командный чемпионат Европы, продолжение внедрения комплекса ГТО и ожидание новых побед воспитанников спортшкол Чувашии. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина понедельника 6 апреля в вечернем выпуске программы «Республика». Он выйдет в эфир 20.00. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин